В студии Георгий Вербицкий, это программа «Бизнес-класс» на Финам.фм. Мы, как и обычно, будем обсуждать, как сделать деньги в России, будем разбирать различные бизнесы, смотреть на то, как они устроены, и обсуждать актуальные проблемы, связанные с введением своего дела в Российской Федерации. А сегодняшняя тема нашей программы – фестиваль «Скайфест. Новые возможности». И у меня в студии гости. На-первых, это Надежда Самогина, руководитель ЦМК «Новые возможности», и, собственно, организатор фестиваля. Здравствуйте, Надежда. Добрый день, Георгий. И Андрей Иванов – частный пилот. И, кроме того, я так понимаю, что еще и директор организации «АОПа Россия». Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, Георгий. Ну что ж, предлагаю сначала, что называется, очертить некие темы. Я предлагаю поговорить, во-первых, о неком бизнесе, который связан с организацией различных мероприятий. И в качестве примера взять как раз фестиваль «Скайфест», который будет проводиться уже, я так понимаю, первый день – это завтра, да? Да, первый день – завтра. Ну и, кроме того, обсудить вопросы, связанные с малой авиацией, что это такое, бизнес – это или хобби, и как на это можно смотреть, с какой точки зрения. Предлагаю тогда гостям представиться, рассказать немного о себе. Давайте, Надежда, попробуем начать с вас, если вы не возражаете. Ну что ж, с удовольствием. Я директор компании «Новые возможности» и организатор фестиваля «Скайфест». Наша компания придумывает проекты, продюсирует их и реализует. Ну, это вот один из наших проектов, один из любимых проектов. И нам очень нравится делать все новое, быть первооткрывателями, поэтому название такое «Новые возможности». Но в данном случае, говорят, для всего можно делать деньги, а мы вот их делаем из воздуха. Потому что мы придумали этот фестиваль воздушный сначала, это было для нас такое вот хобби, а сейчас мы решили все-таки сделать это частью бизнеса. И каким образом это получается? Ну вот, с одной стороны, когда начинаешь говорить про бизнес, чувствуешь себя как-то вот неловко перед лицом пилотов, спортсменов, парашютистов и так далее. Потому что они, конечно, энтузиасты своего дела, и многие занимаются вот своей вот такой вот нелегкой работой, даже, вы знаете, ну, порой на чистом энтузиазме. А проводя вот такие мероприятия, мы как раз и создаем такую базу, фундамент для того, чтобы эти мероприятия приносили деньги уже в конце концов и пилотам, и организаторам, которые могут все больше и больше популяризировать это направление спорта, делать его массовым. Потому что, ну что там говорить, спорт дорогой, и попробуй ты вот этим всем позанимайся. А человек, может быть, никогда в жизни даже и не видел, не касался крыла самолета. Где ему это попробовать? Пойти на частный аэродром, где прыжок стоит чего-то там, и, может быть, не всегда какой-то там бюджет позволяет. Поэтому мне кажется, что такие мероприятия расширяют интерес к этой теме. Ну и, вы знаете, еще такая есть задача, как-то принято говорить, миссия. Но она получилась какой-то логичной, исходя из этого проекта, вернуть в жизнь людей мечту. Вот вы знаете, если вы так в деньные мероприятия посмотрите в небо, то вот ощутите реально на себе, что, вы знаете, не хлебом одином жив человек. Но, тем не менее, вот так как мы коммерческая организация, вот мы ухитряемся сделать все-таки и коммерцию, да, и увлечение, все в едином ключе. Надежда, я так понимаю, что вы не только это мероприятие как бы организуете, то есть есть ли какие-то другие мероприятия, которые вы организуете. Что это такое? То есть какие еще мероприятия? На каких мероприятиях вы специализируетесь? Вы знаете, как бы до фестивальной темы мы организовывали в основном мероприятия, что называется событийный маркетинг, это конференции, семинары, деловые поездки, ну, в частности, страны Юго-Восточной Азии, Индии, Малайзии и так далее по линии розы рубежцентра. Ну, такие были, знаете, деловые, достаточно скучные мероприятия. Вот такая веселая фестивальная тема, она у нас возникла в связи именно со Скайфестом. Нам надоело заниматься чем-то таким скучным, именно сугубо деловым. И вот наши организационные возможности, навыки мы применили вот к той сфере, которая создает праздник. То есть до Скайфеста мы фестивали сами по себе не организовывали. Ну, мы были соучастниками многих фестивалей с интересными темами и многих выставок, там 50+, например, Векфест, фестиваль Мамакабо. Ну, фестивали, которые в основном посвящены, ну, как правило, музыкальному какому-то формату. А вот такой фестиваль, который связан и с техникой, и с полетами, и с большим интерактивным действием среди зрителей, это на самом деле для нас первый фестиваль. Ну, в этом году уже проходит второй раз. Ну, вот на площадке Финамо первый, то есть своего рода такой стартап. Поэтому мы, конечно же, волнуемся, ждем много гостей, чтобы нас поддержали, на всем полетали, покувыркались. И хотим отработать эту модель. И фестиваль у нас планируется ежегодный. Вот он уже проходит второй раз. Второй раз уже проходит. Да, второй раз. Первый раз было тоже успешно. Было достаточно много народа, несмотря на, если честно говорить, слабую летную программу. А в этом году мы сделали летную программу более мощной. Пилотажные группы у нас будут летать, и пилоты, и аэростаты. Поэтому больше будет зрелищность и активность для зрителей. Хорошо, Надежда. Ну, о бизнес-части поговорим чуть-чуть попозже. Андрей, вот тогда теперь переходим к вам. Представьтесь, ну, я имею в виду, представьте свою биографию, как бы, что у вас происходило в жизни. Как вы в итоге стали частным пилотом? Ну, летать я начал в 11 лет. Пришел мальчишкой на Тушинский аэродром, где в то время работал. И центральный аэроклуб России Минчкалова вовсю летал. Увидел эти самолеты. Пришел, поступил в планерную школу. Летал на планерах в Тушино. Потом поступил в МАИ. Начал летать в аэроклубе при КБ Сухого в Тульской области. На планерах тоже продолжил обучение. Потом был какой-то перерыв, когда возможности летать не было. Дорого это было для меня. Начал работать. Накопил чуть-чуть денег, купил самолет. Тут-то все и началось. Тут-то и началось, да. Отремонтировал его. Ну и дальше сейчас путешествую на своем самолете. По стране путешествую. Дорого ли купить самолет? Ну, вы знаете, маленький небольшой самолет купить вполне доступно среднему классу. То есть там цена начинается от полутора миллионов рублей. То есть цена средней иномарки. Ну, в общем, да. Наверное, даже... Ну, в общем, да. Можно так сказать. Полтора миллиона, но это чуть-чуть выше уже, чем средняя иномарка. Ну, где-то уже такой... Хорошая машина уже. Да, да. То есть если человек... То есть подержанный, правильно я понимаю? Подержанный, да. Можно взять... И что это будет? Это будет уровень Cessna 150, серийный самолет, американский. Причем за полтора миллиона это уже будет цена где-то в России. То есть у вас есть свой самолет, и вы летаете для себя. Да, для себя. Это называется для удовольствия. Вы не делаете из этого никакого бизнеса. Абсолютно никакого бизнеса. Это как вот у вас машина, может быть, и вы на ней на дачу путешествуете, куда-то в отпуск едете, по работе едете в другой город. Вы не бомбите, да, соответственно? Ни в коем случае. То есть максимум там друзей прокатить, поделиться небом, поделиться этим счастьем. Вот как бы стараюсь путешествовать. Кроме того, Андрей, я так понимаю, что вы директор организации АО «Па Россия». Вот немножко пару слов про эту организацию. Это межрегиональная общественная организация пилотов и частных владельцев воздушных судов. Она некоммерческая? Это некоммерческая организация, которая существует фактически за счет спонсорской помощи, членских взносов, пожертвований владельцев. Занимаемся защитой и прав пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, лоббированием авиационного законодательства. Проводим различные мероприятия, связанные с повышением безопасности полетов. А от кого защищаете защиту прав? Это от кого? В основном от государства. А вот так? Да. То есть есть какой-то негатив, давление какое-то или что? Часто ли приходится защищать от государства? Можете пример привести? Ну, скажем так, года три назад было очень тяжело официально летать. Практически это было невозможно 3-4 года назад. Сейчас законодательство очень сильно поменялось. Минтранс большую работу проделал. И вот в прошлом году я уже летал полностью официально. То есть отпуск свой провел, полет на Черное море, он был полностью официально. В этом году перелет был с Камчатки осуществлен на таком же маленьком самолете Cessna 150. Более 9000 километров мы пролетели с Олегом Нехорошевым. Тоже полностью официально был полет. То есть как с какого-то момента можно стало совершенно официально летать над Россией без всяких проблем с государством. Да, 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 да. То есть на сегодня это реально, это в принципе что и доказывают данные полеты. Полностью официально, полностью легально. И в какой-то степени это благодаря работе как раз Межрегиональной общественной организации. Хорошо, спасибо Андрей. У нас телефон прямого эфира работает 495, это код города Москвы, 6510996. Последние три цифры очень легко запомнить. Частота радиостанции. Вы можете задавать вопросы либо по организации мероприятий, для, соответственно, задавать вопросы надежды, либо задавать вопросы Андрею, если вы интересуетесь частной авиацией и вопросами, связанными с ней. После новостей мы более подробно обсудим бизнес-часть массовых мероприятий. Продолжаем бизнес-класс. И у меня в гостях Надежда Смагина, руководитель ЦМК «Новые возможности», и Андрей Иванов, частный пилот. Говорим о фестивале «Скайфест» и о новых возможностях, которые может предоставить малая авиация в качестве бизнеса, либо в качестве хобби. Надежда, расскажите, пожалуйста, вот как сделать бизнес на мероприятии? Как это происходит? Ну, бизнес на мероприятии, конечно, сделать, с одной стороны, кажется, что очень просто. Да, то есть, получается, что просто есть какое-то событие, да, за которое, ну, либо какое-то, может быть, если это организация каких-то, какого-то выступления, это просто какое-то событие, какой-то человек, который что-то производит, какой-то контент, да. Ну, расскажите, оформить просто как финансово. Как это происходит? Ну, во-первых, конечно, нужно создать контент. Чем интереснее контент, тем легче будет привлечь людей. Он должен быть необычным, каким-то завлекательным, привлекательным. Дать человеку какие-то новые ощущения. Но человек должен быть готов расстаться с определенной суммой денег, чтобы заплатить за этот билет. Потому что идти по пути, допустим, привлечения только спонсоров и бесплатные билеты, ну, такой путь возможен, но он более долгоиграющий. То есть, можно долго ходить, добиваться там и так далее. Поэтому мы привыкли делать так. Сначала придумываем контент, такой улетный контент, как в данном случае в прямом смысле. Дальше оповещаем об этом как можно большее количество людей, разными способами сразу, слава богу, средства массовой информации, работают. А можно, наверное, сразу вот, были ли какие-то проекты, которые вам предлагали, но вы по какой-то причине за них не взялись, потому что посчитали, что это не очень перспективно с точки зрения именно бизнеса? Ну, вы знаете, каждый день предлагают какие-то проекты, и, в общем-то, действительно, я их отсеиваю, не берусь, потому что... Пример какой-нибудь можете привести? Ну, может быть, это будет дискредитация какого-то проекта, понимаете, я не могу назвать какое-то... Не называя имена, а просто вот... Ну, допустим, провести какой-нибудь там слёт пионеров и школьников, ну, вот даже в нашей теме можно было бы провести, допустим, какую-то выставку научно-технических достижений, там, кружка дворца пионеров, ну, к примеру, да? Вот, даже получить деньги на это проведение у какого-то фонда, у какого-то там комитета, и сделать такое, что называется мероприятие для галочки. То есть, вот эти протокольные мероприятия, выборы депутатов, там, Дни города, где, в принципе, ну, как бы, вроде бы деньги дают, но на самом деле это видимо, что их там дают, и сначала всё проведи, а потом, значит, тебе что-то дадут, долго будешь отчитываться за все шарики и так далее. Вот, понимаете, для нас это скучно. Ну, какой-то период, конечно... Я думаю, что даже нескорее не скучно, а просто денег нету там, да? Да, и денег-то нету. Да, да, да. То есть, в данном случае, конечно, есть риск. То есть, ну, как бы, наша прибыль, там, время зарезает. То есть, вот, если честно, я сейчас с вами разговариваю, у меня идёт полным ходом там подготовка. Я бы хотела быть на площадке, но я понимаю, что этот эфир важен для того, чтобы рассказать, поделиться этим опытом, и, может быть, это привлечёт к нам новых людей в наши ближайшие дни праздничные, на наш фестиваль. Поэтому, что будет завтра, никто не знает. Вот, знаете, каждое мероприятие – это некий полёт тоже на том самом самолёте. Ты видишь, что тут неизвестность, какая будет погода, вот какая будет погода, обещают завтра солнце. А в субботу будет, например, вдруг пасмурно. И для нас это риск. И вот здесь я как бы в чём-то чувствую нашу общность с теми же самыми ребятами, которые занимаются прыжками с парашютов, экстремальными видами спорта и так далее. Каждый новый проект стартаповский – это прыжок с парашютом. То есть ты прыгаешь в финансовом плане, естественно. То есть мы рискуем своими деньгами. То есть, в принципе, это наш риск. Все смотрят и говорят, о, у вас тут, наверное, спонсор. Вы знаете, вот стыдно признаться, я как профессионал сейчас признаюсь в том, что у нас на этом мероприятии нет ни одного спонсора. Но это сейчас в укор тем, у кого был шикарный шанс в этой теме пропиариться, а они им не воспользовались. Естественно, мы это предлагали. Ну, как всегда, что-то не вовремя, что-то поздно где-то совпадает и так далее. На следующем… Горько пожалеют. Вы знаете, 100% пожалеют. Потому что на самом деле это действительно хороший контент, причём мы никогда не предлагаем кому-то, кому это не нужно. Мы предлагаем именно тем, кто усилит своё позиционирование, присоединившись вот к этой теме. Окей, но спонсоров нету. Соответственно, есть мероприятие, надо на нём заработать, продав определённое количество билетов. Правильно я понимаю? Или есть какие-то ещё другие каналы? В данном случае, когда проект у тебя в стартапе, это или спонсоры, или билеты. Вот в нашем случае это билеты. Да, то есть, естественно, мы работали над этим заранее, заключаем договор с продавцами билетов, сами активно продаём и так далее. Сколько планируете собрать? Ну, чтобы выйти, как бы, нормально себя чувствовать, должно быть минимум 5000 человек. То есть, это наша точка ноль. 5000 человек, а билет стоит? Да, а билет стоит от 600 рублей до 1000. Но в день проведения мероприятия, в субботу, мы планируем, естественно, повышение билетов. Так всегда стоимость на билеты, так всегда делают. И мы всегда об этом объявляли и заявляли. Поэтому, кто не успел, кто-то опоздал, что называется. Естественно, в рамках мероприятия также есть возможность зарабатывать. В данном случае мы проект совместный с Финомайра. И есть предоставленные услуги на полёты. Но во время фестиваля, конечно, это будут определённые цены. И, конечно же, здесь больше шансов попробовать что-то новое, присоединиться вот к этому авиационному спорту. Поэтому не нужно будет сто раз ездить на разные мероприятия, платить входные билеты и так далее, покупать входные билеты. Можно здесь всё сразу попробовать, все виды полётов. То есть, получается, 5000 ориентировочно планируемое количество людей, которые здесь посетят мероприятия, и где-то от 600 до 1000 рублей. То есть, получается, где-то от 3 до 5 миллионов будет выручка. Да, да. А что касается затратной части, в чём она заключается здесь? Затратная часть, естественно, ну, как бы здесь вот, опять же, есть, ну, как бы, некие свои возможности, и, может быть, некое даже ноу-хау. То есть, мы привлекаем партнёров с тем, чтобы найти общий интерес в данном мероприятии. То есть, вот, если всё считать, как оно должно быть, и платить по коммерческим ценам, то бюджет нашего мероприятия опытные люди сразу посчитаются как 9 миллионов. Мы, на самом деле, укладываемся там в 3 миллиона по нашему, как бы, объёму. Но благодаря нашим вот партнёрам, коллегам, делаем доступную программу авиационное, авиационное шоу, имеем уже сложившиеся отношения со многими парапланиристами, владельцами аэростатов. Мы даём им возможность зарабатывать на нашем мероприятии, оказывая вот услуги тем, кто придут. Вот. И в данном случае, как бы, делимся с ними возможным заработком. То есть, мы сознательно идём на то, чтобы сейчас на данном мероприятии заработали все. То есть, у нас нет такой эксклюзивности. Вот только мы зарабатываем, а никто из наших партнёров не зарабатывает. Конечно, бизнес-модель в дальнейшем меняться будет, когда будет наращиваться капитал бренда, что называется. Ну, со всеми вытекающими последствиями. А партнёры, имеется в виду, это те, кто могут предоставить дополнительные услуги. Да, совершенно верно. Вот, например, как Андрей. Люди, у которых есть собственные самолёты, которые, в общем, готовы кого-то покатать. Да, совершенно верно. В данном случае, Андрей, вы не планируете посетить мероприятия, но теоретически вы могли бы как-то участвовать. Но я очень хотел, но, к сожалению, не получается у меня просто по своему графику. Как вы считаете, насколько это привлекательно для владельцев частных самолётов и вертолётов, вот такие мероприятия с точки зрения какой-то монетизации? Ну, несложно это оценивать, потому что я как бы изначально эксплуатирую воздушное судно без какой-то коммерческой. Может быть, какие-то знакомые? Ну, наверное, в общем, на всю сферу авиационную это окажет очень положительное влияние, потому что привлечёт больше людей, кто обратит свой взор в сторону малой авиации, кому это понравится, кто решит связать там свою жизнь или хотя бы кусочек жизни, кусочек своего времени с полётами. И, в общем-то, на... Может быть, у нас есть слушатели, которые могут что-то добавить. Телефон прямого эфира 495, подгорода Москва, 6510996. Либо вы можете написать на сайт финам.фм. Надежда, возвращаемся к мероприятию. То есть вы планируете... Вот прямой вопрос. Сколько вы планируете заработать на этом мероприятии? Ну, знаете, я не буду делать круглые глаза, я говорю, что это коммерческая тайна. Тем более рядом сидит коллега, вот наш соорганизатор. Так, к нам присоединился Сергей Ахапкин, руководитель проекта «Финам Аэро». Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Прошу прощения за опоздание. Ничего страшного. Ну, так вот, естественно, когда мы предлагали нашим соорганизаторам этот проект, мы говорили о том, что мы планируем затратить поменьше, заработать побольше. Ну, естественно, стартап. Вот в этом году мы планируем заработать, ну, 5000, это как бы, ну, вот наша точка ноль. А так, конечно, мы вот с нашими партнерами… 5000 – это людей, да? Да, 5000 людей, которые… Я имею в виду в деньгах. А, в деньгах. Ну, и, соответственно, это тоже, если брать средний чек, те же самые 5000 рублей в день мероприятия. Ну, вот 5 миллионов – это тот минимум, на который мы рассчитываем. А так, естественно, наша планка на этот год объективно – это 10 миллионов рублей. То есть это то, что мы хотим. Имеется в виду вот… Самокупный объем продаж. Компания, да, да, да. Не только это мероприятие, а еще какие-то? Нет, я имею в виду… Да, на это мероприятие, но у нас, естественно, будут корректировки, потому что затраты и части там увеличиваются и так далее, и спонсоров нет. То есть мы будем вычитать все вот эти вот затраты из этой суммы. Почему? Потому что обычно делается так. То есть привлекается спонсор, и он покрывает все основные затраты. То есть вот все расходную часть, там, авиационную программу, все эти кретеринги и так далее, то есть все-все это покрывает спонсор. Сколько мероприятий примерно можно провести в год? Вот, допустим, 5 миллионов рублей с мероприятия. Сколько мероприятий в год требуется для того, чтобы, ну, в общем, считать, что бизнес удался? Вы знаете, при налаженной уже работе можно проводить мероприятия каждый месяц. То есть мы вообще-то не скрываем своих планов, мы планируем в дальнейшем этот фестиваль ротировать и прокатывать по другим городам. То есть уже есть предложение, не могу сейчас называть, естественно, города, но есть предложение от губернаторов провести подобный фестиваль в честь там какого-то праздника в определенных городах. То есть вот мы над этим работаем. То есть это не только проект одного дня и вот данного мероприятия. То есть мы планируем сделать такую красивую программу и прокатывать ее по тем городам и весям, где это будет интересно. Надежда, а сколько работает человек вот в новых возможностях? А сколько это? На вот это, вы знаете, должна быть команда, как партизанский отряд. Я говорю, у нас небольшая команда, это не какая-то корпорация. То есть на самом деле штатных сотрудников там 12 человек. Ну, плюс еще не штатные сотрудники, которые привлекаются на мероприятия. А в общей сложности до 30 человек на конкретные мероприятия. Я не считаю волонтеров. Это наемные именно работники, а вы владелицы. Да, наемные работники, да. То есть в принципе получается очень неплохой бизнес, а за счет чего вот вам удается его делать? То есть это какие-то связи, что это? Ну, вы знаете, здесь личные связи, опыт работы. На самом деле я не могу сказать, что этот бизнес можно сравнить с каким-то бизнесом на уровне купи-продай. Но, вы знаете, каждому человеку что-то интересного. Вот мне, допустим, у меня была туристическая компания, мне этот бизнес не понравился. То есть закончилась лицензия, я не стала больше заниматься, потому что купить подешевле, продать подороже, это неинтересно, это скучно. Вот нужен какой-то драйв. Поэтому, естественно, помогают личные связи, потому что за время работы вообще в маркетинге, наработано много всего и в общественной сфере и так далее. И без связи, я думаю, мало что можно сделать, потому что часто можно решить вопрос за счет действительно правильного отношения с людьми в обществе, чем вкладывая какие-то деньги. Я могу сказать, мне повезло, я при советской власти не очень там как бы обладала этим опытом работы. Хорошо, чуть-чуть больше обсудим это, а сейчас у нас новости. Продолжаем бизнес-класс. Сегодня обсуждаем фестиваль SkyFest и то, как сделать деньги на малые авиации, и можно ли вообще эти деньги сделать. У нас в гостях Надежда Смагина, руководитель ЦМК «Новые возможности», Сергей Ахапкин, руководитель проекта «Финам.Аэро» и Андрей Иванов, частный пилот. Сергей, вот скажите, пожалуйста, с точки зрения бизнеса «Финам.Аэро» – это управляющая компания аэродрома. Вы знаете, наверное, не совсем прям, я бы назвал управляющей компанией аэродрома. Просто аэродром, поймите, это инфраструктурный такой объект, который состоит из взлетно-посадочной полосы, ангаров, мест стоянки, гостиницы. Это такой немножко узкий участок, скажем так, авиационной индустрии частной. Но важный, да? Узкий, но важный. Естественно, очень важный. Побольше бы таких аэродромов у нас в стране, было бы все в порядке. У индустрии авиационной, у частной, наверное, непривычно говорить «частная авиация», но мы начали потихоньку привыкать к этому названию. Есть очень много направлений. Это и обучение на пилотов, любителей или частных пилотов, это продажа воздушных судов, это послепродажные гарантийные обслуживания этих воздушных судов, это обеспечение их полетов, то есть подача планов, составление планов полетов, ну и так далее. То есть это целая, ну, огромная индустрия. И вот компания «Финамайера» как раз и занимается этим, собственно говоря. В том числе и дополнительными услугами, которые применимы к аэродрому «Финам» «Большой Грызло». А есть ли какие-то цифры, вот какова емкость рынка сейчас? Поскольку я знаю, что не так уж сильно развита частная авиация, Андрей вот, наверное, не даст мне соврать. Насколько сильно? Или мы только еще в начале этого пути? Вы знаете, цифры, наверное, вот Андрей доложит. Он как раз не только частный пилот, но он еще член общественной организации, они там ведут статистику, пытаются вести их, хотя им, по-моему, сложно это делать. Но я бы сказал бы, наверное, Андрей подтвердит, что вот рынок только формируется, мы пытаемся его формировать. Поэтому, собственно, цифры, наверное, пока рано говорить о каких-то цифрах, рынок формируется, мы хотим его сделать, сформировать, сделать его качественным. Самое главное, чтобы он был. Вот, собственно, для этого проводятся и мероприятия на аэродроме. И мы хотим, чтобы люди, собственно говоря, поверили в то, что это доступно, это реально, мы не инопланетяне. Ну, собственно, что это можно. Когда-то я проводил маркетинговые исследования по этому поводу лет так пять назад. И одним из факторов было, ну, помимо того, что нет авиационной инфраструктуры, мало там воздушных судов, законодательство совершенно неизменяемое. И оно не менялось там много-много лет. Один из факторов еще был то, что люди просто не верят в то, что это возможно. Они привыкли к аэрофлоту, к стойке, к аэропорту Шереметьево. И даже себе представить не могут, что есть такая штука, как частная ряса. То есть, в какой-то момент, я так понимаю, да, компания Финам решила, что это перспективное направление, и дальше что было? То есть, это было приобретение аэродрома на базе его определенной сервисы. Сама компания Финам приобрела часть доли аэродрома, то есть, стала одним из акционеров аэродрома Финам Большой Грызло. Собственно, после этого он и стал называться Финамом. Ну, вот, собственно, руководитель компании, владелец Виктор Емшев, он, по-моему, немножко поверил в авиацию сам, когда-то прыгал с парашютом, начал летать на самолете и как-то сказал, говорит, слушайте, вот все инвестируют в футбольные клубы, а что, у нас же вроде аэродром тут есть, давай попробуем в него. Ему сразу сказали, Вить, ты не жди оттуда возврата, а вдруг будет. Ну, вот, собственно, так и началось все. То есть, у вас, вы планируете сделать деньги, но, в общем-то, понимаете, что варианты развития событий могут быть абсолютно разные, по крайней мере, в близкой, вот, не в долгосрочной, а вот какой-то вот очень близлежащей перспективе. Мы вообще ничего не планируем, на самом деле, потому что, ну, все, когда начали заниматься аэродромом, это вообще первый частный аэродром в России, честно, частный, на частной земле. Никто ничего не планировал, потому что, ну, нет таких бизнес-планов, и, честно говоря, невозможно планировать возврат денег. Все, по-моему, договорились, что про деньги надо забыть сразу. Ну, непонятно, когда они вернутся, и никто даже на это не обращает внимания. Просто берем, развиваем, вот так. Пока не будет построен рынок, что-то планировать, что-то. Ну, пока строим. Отлично. Фундамент, в принципе, там как-то заложен в какой-то части. Я вижу тенденцию, динамику, развитие, очень много появляется площадок, законодательство меняется в лучшую сторону, но он тоже неплохими темпами. Маховик, скажем так, запущен, его уже не остановить, поэтому посмотрим, что будет дальше. У нас на линии наш слушатель Сергей. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотел задать вам, гостям. Вот, ну, допустим, я хочу себе купить самолет, и вот скажите, пожалуйста, каким образом, сколько, точнее, стоит, да, хранение самолета, да, я что-то понимаю, может надо где-то будет хранить, плюс там заправить, плюс там, если я там перелетаю в какие-то другие города, да, каким образом я согласовываю, там с аэропортами свое предъявление, хранение, и сколько вообще, в принципе, там, какие деньги это выливается. Спасибо, Сергей, это вопрос, наверное, к Андрею. Андрей? Ну, вот по своему опыту я могу сказать, у меня Cessna 150 в ближнем владении стоит такой самолет где-то полтора миллиона рублей в России. Стоимость стоянки на частном аэродроме в районе там трех-пяти тысяч рублей в месяц. Стоимость вот аренды кусочка земли по стоянку. Приземление на других аэродромах, значит, на частных аэродромах либо это бесплатно, либо это в пределах там 500 рублей стоимость взлета-посадки, если вы в другой город прилетаете. Если вы прилетаете в аэропорт, то тут цена может варьироваться. Где-то в пределах, ну, полутора-трех тысяч рублей. Имеется в виду какой-то большой аэропорт, да? Ну, это да, это региональный аэропорт берет столько денег. Я знаю, что вы летали в Санкт-Петербург, да, из Москвы. Вот как этот полет проходил? Да, я в Санкт-Петербург по работе летал, в Ульяновск летал недавно по работе. Я скажу так, у меня есть достаточно большой стаж вождения машины и стаж самолета, пилотирования. На самолете намного все это проще получается. Меньше устаешь от пилотирования по времени. Нет ГАИ, нет ГАИ, нет светофоров, нет пробок. Нет пробок, да. И фактически скорость перемещения даже на этом малоскоростном самолете Cessna 150, она сравнима со скоростью Сапсана. Четыре часа, ты в Санкт-Петербурге, у тебя впереди еще целый рабочий день, и ты в нормальном состоянии. То же самое вот в Ульяновске я сейчас летал. Ну, там было порядка шести часов время в полете. Но я приземлился в нормальном адекватном состоянии. На машине бы я, наверное, выпал бы и дополз до гостиницы. Но вам надо добраться до аэропорта обязательно, до аэродрома, соответственно. То есть из Москвы вы едете в то место, где базируется ваш самолет, правильно я понимаю? Абсолютно. Это где-то 100 километров, сейчас ближайшая. Да, это очень-очень больной вопрос для москвичей, потому что ближайший аэродром от Москвы это 100 километров. И вот обидно, что уникальное место Тушинский аэродром, который сейчас в Стадион Спартак строится. Вот, еще, в принципе, есть шанс сохранить этот аэродром. Но принято решение, что на данный момент это не аэродром. Хотя он находится рядом с МКАДом. И взлеты, посадка можно осуществлять, не проходя над жилыми кварталами. То есть у нас запрещены полеты над... Над Москвой, над городом, да? Да, это запретная зона. То есть над любым городом? Над любым, не над любым, над, скажем так, крупными городами. Москва, Питер. Ну, над Питером летают. Над Питером летают, да. Москва закрыта, причем закрыта вот по МКАДу можно пролететь, и то по часовой стрелке только. Вот, в Москву уже залететь невозможно. Ну, над МКАДом летать всегда, наверное, приятнее, потому что ты видишь вот эту пробку, которая там, и это дополнительно придает какой-то оптимизм. Ну, оптимизм, да, и становится в чем-то даже жалко людей, кто стоит в этой пробке. Причем на очень дорогих машинах, некоторые машины стоят больше, чем полтора миллиона. Да, да, к сожалению, это так. Ну, многие сейчас вот на вертолеты пересаживаются, вертолетная тематика сейчас очень хорошо развивается. А сколько стоит вертолет? Вертолет фактически ровно на один порядок дороже самолета, и стоимость покупки вертолета, и эксплуатации. Но зато он может приземлиться где угодно. Фактически. Поэтому он и дороже, да. Это его самый главный плюс. Да, но на нем ограничен ты дальностью, в принципе, скоростью. То есть за те деньги, что ты покупаешь вертолет, можно купить самолет, который там уже полеты. Можно там Москва-Хабаровск, Москва-Екатеринбург планировать частный. Напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 6510996. Это телефон, код города 495. Либо вы можете написать на сайт Финам.фм, если вам интересно то, о чем мы говорим. Может быть, вы хотите приобрести собственный самолет, но хотите уточнить какие-то детали. Задавайте вопросы. Будем рады, собственно, вывести вас в эфир. Андрей, еще такой вопрос. Я знаю, что у вас был достаточно длительный полет, собственно, практически на территории всей России. Вы из... Мы из Камчатки, да. Из Камчатки до Москвы дорисели. Да, более 9000 километров по трассе Алсип. Мы пролетели с Камчатки до Москвы и до Санкт-Петербурга. На двухместном самолете, вот, Сесна-150. Да, да. Как это было? Это было, значит... И зачем, главное? Ну, чтобы, во-первых, посмотреть свою страну, посмотреть аэродром, познакомиться с людьми. Олег Нехорошев из Санкт-Петербурга приобрел самолет в Петропавловске-Камчатском. Я выступил в роли штурмана, пилота. Олег тоже пилот, имеет пилотское. И вдвоем мы перегнали этот самолет. Во-первых, в этом году 70-летие трассы Алсип отмечается. С 1942 года она начала функционировать. Более 7000 самолетов по программе Ленд-Лиза было поставлено из США в Россию. В СССР как раз. Поэтому прошли по этой трассе, отдали дань памяти погибшим людям и ветеранам Великой Отечественной войны. А сколько времени заняло все мероприятие? Ну, чисто лет на выходные у нас получилось 10 дней. 10 дней. И как? То есть вы просыпаетесь, летите, приземляетесь? Да, просыпаемся, приезжаем на аэродром, садимся в самолет, летим, приземляемся, общаемся с людьми. То есть это в таком, скажем так, не очень сильный напряг был, это больше был отдых. То есть вы как-то договариваетесь с аэродромами по пути, да, заранее? Подавался план. Единственная проблема была, такая основная проблема, это топливо. Отсутствие топлива, особенно на Дальнем Востоке. То есть цивилизация реально заканчивается где-то в районе Братска. Дальше нет ни интернета, плохая сотовая связь. Нет топлива. Топливо забрасывается только по воде. И я бы сказал, для отдаленных уголков нашей страны малая авиация это спасение. У людей 300 километров, допустим, преодолеть нужно от Якутска до Усть-Маи. Либо неделю надо плыть на корабле, либо платить 17-20 тысяч за билет, чтобы тебя на самолете довезли. А есть какая-то статистика, насколько сейчас становится более популярным приобретение частных самолетов? Есть ли что-то такое? Ну вот, скажем, буквально за, наверное, лет 7 в Государственном реестре гражданской авиации зарегистрировано где-то порядка сейчас полутора тысяч частных самолетов. Полторы тысячи? Да. Ну что ж, после новостей поговорим о том, что же это такое, бизнес или хобби, и для каких целей, вот, собственно, все эти люди купили свой самолет. Сейчас у нас новости. Продолжаем обсуждать вопросы, связанные с малой авиацией. Фестиваль SkyFest, который пройдет, начиная с завтрашнего дня, 3 дня будет проходить на аэродроме, который сейчас называется Феномайор, насколько я понимаю, да, Сергей? Аэродром Феном, Большое Грызло. Феном, который изначально был Большим Грызлом. Ну, вообще все аэродромы называются по месту расположения, то есть, вблизи чего они находятся, поэтому вот такое и название присутствует. Большое Грызло, Шевлено, там, Мячиково, там... Дракина. Дракина. Это так положено воздушным кодексом, называть так аэродром, а этот аэродром называется с недавнего времени, сколько уже, наверное, год, аэродром Феном, в скобочках Большое Грызло. Может быть, скоро будет аэродром Феном, какой-нибудь там, Усть-Улюпинск, какой-нибудь там, не знаю, но пока с Большим Грызлом надо разобраться до конца. Хорошо, будем разбираться с Большим Грызлом. И вопрос следующий. Вот эти полторы тысячи человек, которые владеют сейчас частными самолетами, для чего они их используют? Они хотят делать на этом какой-то бизнес, либо это просто частные самолеты для себя, что называется, для души? Сергей, как вы думаете? Ну, я не думаю, я знаю. Здесь есть две стороны. Во-первых, это люди, которые летают для себя, летают сами, либо летают с пилотами. Они могут выступать и в роли пассажира, то есть они приобретают как самолеты, так и вертолеты для того, чтобы решать свои вопросы передвижения с точки А в точку Б, решать вопросы временного характера. В бизнесе сейчас, по-моему, первый тот, у кого все нормально со временем, кто успевает. Вот этот инструмент, он очень помогает успевать в бизнесе. Это доказано, я сам пробовал, подтверждаю. У вас тоже есть частный самолет? У меня нет ни самолета, у меня нет ни вертолета, но зато у меня есть все вертолеты и все самолеты. Ну, в кармане я их могу спокойно арендовать, а слетать туда, куда я хочу, собственно, по всему миру. Отлично, отличная возможность. То есть у вас, по идее, ваши клиенты должны быть миллионеры, по-хорошему, да? Люди, которые, бизнесмены, которым дорогое время, которые готовы платить за это дополнительные деньги, абсолютно добраться. Да, нет, это не стоит каких-то там миллиардов или миллионов. Арендовать самолет или вертолет – это не такие баснословные деньги, поэтому клиенты у нас бывают абсолютно разные. Как вот, не знаю, вертолет заказывают на свадьбу для жениха и невесты до какой-то деловой поездки. И вторая сторона, естественно, мы не успели сказать, это частные пилоты, которые летают просто для себя. И, естественно, еще третья сторона – это компании, авиакомпании частные, которые покупают парк воздушных судов для того, чтобы вести какую-то коммерческую деятельность. То есть это авиационные учебные центры, это авиакомпании коммерческие, которые выполняют парк воздушных судов. Так каких? Кого больше? Частников или все-таки вот коммерссантов? Больше пока частников, потому что для того, чтобы коммерция в таких частных авиакомпаниях была оправдана, нам еще нужно поработать над инфраструктурой, немножко законодательством, сертификацией, признанием, наверное, сертификацией типовых машин воздушных судов сурбежных. Ну, то есть есть еще те моменты, над которыми нужно поработать. Хорошо, у нас на линии Олег. Здравствуйте, Олег. Ваш вопрос или, может быть, просто какое-то предложение? Да, у меня вопрос. Добрый день. Я хотел вот что спросить. Допустим, у человека появилась возможность купить какое-то транспортное судно воздушное. Какой должен он пройти путь в плане обучения, набирания опыта, чтобы он мог, в конце концов, петь, ну, грубо говоря, за это транспортное судно и поехать в командировку? И сколько это займет времени? Спасибо, Олег. Это вопрос, наверное, либо к Сергею, либо к Андрею. Ну, могу ответить я. Все очень просто. На самолет одномоторный существует программа обучения. Это 42 часа летного времени и порядка 100 с небольшим часов. Я сейчас точно не помню теории. Можно уложиться легко в два месяца, наверное, да? Да, да. То есть, в два месяца можно уложиться, чтобы вылететь самостоятельно, получить удостоверение пилота-любителя и выполнять полеты по, собственно говоря, всем воздушным трассам, по которым возможно летать. На вертолет чуть подороже. Там также программа летная 42 часа. Теория тоже с 10 с небольшим часов. Просто вертолет стоит подороже. Обучение стоит намного подороже, чем на самолет. А у вас на аэродроме проводятся такие занятия? Да, конечно. Ну, и, наверное, стоит рассказать немножко подробнее про SkyFest для тех, кто, может быть, заинтересовался теоретической возможностью начать полеты. Ну, и, собственно, хочется попробовать. Надежда, вопрос к вам. Что там будет? Что человек сможет попробовать, приехав на этот фестиваль? Ну, во-первых, там будет аэрошоу, то есть будет летная программа, выступления пилотажных групп, прыжки парашютистов, шоу управляемых радиомоделей, авиомоделей. Ну, в общем, летная программа, которая будет представлена, в частности, с помощью аэродрома «Финал» в том числе. Также будут аттракционы для детей, которые могут тоже пережить ощущение полета в доступной для них форме, там, попрыгать на батутах, попускать мыльные пузыри и так далее. Завершится вся программа аэроисполнятелем, то есть у нас прошлого года есть такая традиция, загадывать желания и привязывать к воздушным шарикам и запускать их в небо. То есть вот это вот такое будет завершение мероприятия. Также будет выступать пилотажная группа «Русь», естественно, пилотажный первый полет, затем парашютисты. Ну, здесь, может быть, Сергей больше расскажет именно о программе самой, потому что мы готовили финал. Полетать, конечно, можно. То есть можно, естественно, мероприятие не только для того, чтобы смотреть, можно еще подойти, полетать на мотодельтаплане. Но не бесплатно. Нет, бесплатно, к сожалению, не получается, потому что бесплатно можно будет смотреть. А так как на этот год у нас нет пока что, как я уже сразу сказала, привлеченного спонсора, поэтому... Ну, наоборот. Да. Бесплатно можно будет летать, а вот смотреть будет платно. Летать бесплатно, немножко подробнее на чем? Да, давайте. Ой, как всех заинтересовало. Да, интересно, мне саму интересно. Ну, это просто такая интрига, я же говорю. Платно можно будет смотреть. Вот заплатил за билет на фото мероприятия и полетал бесплатно. Ну, такие вещи будут, конечно же. Это вот Сергей рассказывает некие интриги в организации мероприятия. Да, будет возможность для некоторых наиболее активных, конечно, воспользоваться такой возможностью. Ну, и дальше как здесь поможет нам Феномайера, поэтому я даже рада это слышать. Но вот я хотела бы обратить такое ваше внимание, вот на какой момент. Смотрите, как мы много говорили об авиации, о том, как это все купить, как летать. А почему? Потому что есть пиар-повод, да, вот есть SkyFace, есть мероприятия, на которые люди хотят прийти, и со всем этим можно познакомиться. Я считаю, что вот эта вот бизнес-модель, которая может выстроиться в сотрудничестве с операторами рынка вот малой авиации и с организаторами подобных мероприятий, она может быть эффективной. То есть я в это верю. Поэтому делаем мероприятие, дальше начинаем. Ну, если не получится бесплатно полетать, то есть это как какая-то будет, видимо, что-то вроде лотереи, а гарантированно, что называется. Я видел, просто просились на сайте, там, в общем, недорого. То есть там, начиная от полутора тысяч, да, по-моему? Да, благодаря помощи Феномайера у нас доступны цены на полеты. Но, Сергей, лучше сам расскажи про полеты. Полеты, обычные полеты там. На той же стесне как раз, да? Ну, достаточно много, там, большая линейка воздушесудов, которые представлены. Это и четырехместная Cessna, это обычный такой самолетик, это и Як-52 пилотажный самолет, это и самолет Экстра-330, на который летают, ну, собственно, прям асы самолетного спорта. Это самолет, который выступает на Red Bull и так далее. То есть приезжаешь, тебя сажают в кресло, грубо говоря, не второго пилота, но в кресло пассажира, да, и тебя катают. Да, абсолютно верно. Всего-то надо купить билет на мероприятие и тебя покатают. Ну, отлично. И если брать проживание, то есть я так понимаю, что мероприятие, поскольку оно далеко от Москвы, туда многие, может быть, захотят приехать и на лидень, то есть есть возможность там еще и остаться. Есть небольшая гостиница на аэродроме, для любителей экстремального отдыха у нас есть палаточный городок, можно приезжать со своими палатками, у Чинамара есть место для кемпинга. Есть рядом гостиница в Пущино, есть гостиница Царьград, то есть в округе есть где пожить. Но для тех, кто может жить в палатках, пожалуй, такое место предоставлено. Также удобный транспорт от станции, железнодорожной станции метро Серпуховская, вот, от этой железнодорожной станции будет регулярный автобус. Он будет идти каждые там 30 минут, то есть мы пускаем этот автобус для того, чтобы удобно было доставить пассажиров. Ну, пожалуй, вот и все. Большой гостиницы, к сожалению, пока на аэродроме нет, в планах есть расширение инфраструктуры, но пока что, к сожалению, что нет. Пока можно приехать, разбить палатку, заплатить 600 рублей и насладиться целью прелестями. Да, палатки бесплатно. Мы гостиницу новую будем строить, когда у нас будут каждую неделю мероприятия проходить. Ну, вот наша цель, совместное сотрудничество, будем развивать направление. Все ясно. Ну и, как бы, у нас уже, на самом деле, всего лишь две минуты осталось до завершения программы. Может быть, какие-то забавные, интересные, смешные случаи из вашей практики, причем абсолютно разные, поскольку вы все здесь разными делами занимаетесь. Может быть, что-то припомните, чтобы закончить на оптимистичной ноте? Ну, для меня самый забавный случай был такой. Я еду по Латвии, в Сигулде, и вдруг вижу над соснами летит человек. Я была в совершеннейшем шоке, подъезжаю поближе и вижу, что человек летит в потоке воздуха. Это была первая моя жизнь аэротруба открытого типа, которую я видела. И вот это меня на такой степени впечатлило, вдруг я увидела, был совершенный снос мозга, я увидела вообще вот эти промо-возможности вот этого полетного шоу. И вот знаете, ну, наверное, это было лет пять назад, вот эта тема вот пошла, потому что полет в воздухе, ты понимаешь, что это вот как-то тебя там что-то держит. Но вот это было ощущение действительно какого-то счастья у единственного человека, и когда я попробовала сама, это тоже было действительно... Аэротруба – это возможность испытать чувство полета, при этом никуда не взлетая. Да, такая инъекция счастья, вот я бы сказала. Для тех, кто боится высоты, да, получается? Вы знаете, я прыгала с парашютом, это тоже было незабываемое такое ощущение, но это страшно. А здесь не страшно. То есть вот это вот для меня действительно был какой-то фан, летающий человек, наверное, до сих пор в голове, вот перед взором вот это вот. Ну, наверное, связанный с авиацией – самый смешной и интересный случай. Спасибо, спасибо, Надежда. Ну что ж, мы заканчиваем нашу программу. Спасибо вам. С нами была Надежда Смагина, руководитель ЦМК «Новые возможности». Спасибо, Надежда. Сергей Охапкин, руководитель проекта «Финомайра» и Андрей Иванов, частный пилот. Спасибо. Спасибо вам. У нас после новостей продолжится бизнес-тематика, выйдет программа Олега Дмитриева. Называется «Сухой остаток», Олег будет обсуждать российский фондовый рынок и что же будет определять движение этого рынка до конца месяца. Ну, а это была программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. С вами был Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. Продолжение следует. Продолжение следует...